Дороги разбиты, на улицах гололед, в квартирах холодно, коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют, смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Совсем не страна чудес. Жители спального района Барнаула боятся везти своих детей в сад. Путь до него – настоящее минное поле. Дальше будет больше наледи, будут такие глыбы льда. Сколько здесь было травм на углу – это не мысли у меня. Соломало, руку ломало. Для водителей квадроцикл, для пешеходов – самолет. Жители Новоалтайска годами страдают от бездорожья. Сантиметров 6-7 по минимуму, а то и до 10 есть. Ямы очень глубокие и ямы очень большие. Немногоквартирный дом, а ледяной дворец. Жильцы Демидов парка уже третью зиму подряд замерзают в своих квартирах. А вот минус 2 было. Я здесь замерзала. У нас вот здесь мокрота шла. Прям конденсат собирался, потому что здесь холодно. И там холодно. Корейский сериал «Игра в кальмары» сейчас на пике популярности. Смотрят его во всем мире, в том числе и в Алтайском крае. Особенно его любят Новоалтайские Барнаули. Жители этих двух городов говорят о том, что сюжет сериала как нельзя точно отражает их собственную жизнь. Чего только стоит пройтись по выбоинам и колдобинам. Во время такой прогулки горожане становятся невольными участниками игры на выживание. Причем денег-то им не заплатят, а вот потратиться на лечение придется. Сейчас мы идем, это вот еще такое начало. Зимы не более-менее. Дальше будут больше наледи, будут такие глыбы льда. Не жизнь, а сказка была у жителей дома на Юрина 305 до 2014 года. Семь лет назад напротив многоэтажки начали строить страну чудес – детский сад. Вроде бы и объект, а социально важный и значимый, но, как говорится, одно лечим, другое калечим. С строительством детского сада люди лишились единственной цивилизованной дороги. После того, как у нас построили детский садик, тяжелая техника разбила при строительстве, обещала строительная компания «СК «Союз» сделать нам эту дорогу. Но не делается ничего. Ямы глубокие. То есть летом здесь вообще проезжать нельзя. Здесь как минное поле. Машины выруливают вот таким образом, всяко-разно, лишь бы не попасть. Сколько здесь было поломок, садились и на дно, и колеса пробивали. Ну, здесь очень страшно на самом деле ездить. Строительная компания садик построила, но обещания по ремонту дороги не выполнила. Если до 2017 года жильцы сами латали дыры на дороге, так как она относилась к общедомовому имуществу, то уже после 2017-го ее отдали на баланс муниципалитета. И с тех пор ремонта не было ни разу, возмущаются жители. Она теперь уже не наша дорога. И вот мы за нее, как жители, ответственности не несем. Я стараюсь вечером не выходить. Тем более вот по такой дороге. Если мне надо, я вон там по той дорожке потихонечку пройду и все. Потому что в вечернее время здесь ходить совершенно невозможно. Тут проехать-то невозможно. Просто машины бьются. Не то, что там люди. Тем более, что сейчас гололед. Если тут пройти, то это травмоопасная дорога. В дождь плавают, в гололед скользят. Лечебно-оздоровительной физкультурой такие упражнения назвать сложно. Но их вынуждены выполнять как взрослые, так и дети. К слову, в этом месте нет еще и ни одного пешеходного перехода. Поэтому все, кто ходит, весь район, которым нужно в магазин, они идут по нашему тротуару. На нем нельзя даже просто так ходить. Зимнее время. Все обледеневает. По нашим просьбам сделали спуск. Пандус. Ходят по отмостке люди и по этому обломанному тротуару, у которого нет ни ограждения. Он просто горбом стоит и невозможно ходить. Сколько здесь было травм на углу, это не мысли у меня. Он саму маму руку ломал. Максимум 40, минимум 11 сантиметров глубины. Люди писали в комитет ЖКХ и администрацию города, но никто ничего не делает. Прикрываются ГОСТом, рассказывают люди. А он, мол, позволяет ямы до 15 сантиметров глубины. Я считаю, что это безобразие. Как будто мы... Никто. Никто нас не слышит. Никто к нам не реагирует. Единственное, что у нас нет денег. У нас на все наши запросы нет денег. Нет, мы платим плату. Пусть не такую большую, как им надо. В администрации города пояснили, что внутриквартальный проезд между многоэтажкой и детским садом не вошел в план ремонта на этот год. Вся надежда на следующий. В 2022 году при формировании плана по текущему ремонту улично-дорожной сети города внутриквартальный проезд между зданиями номер 305 и номер 307А по улице Юрина будет учтен, исходя из предусмотренного объема финансирования. Если администрация города проезд не отремонтирует, то коммунальные эксперты советуют составить коллективную жалобу в прокуратуру от лица незащищенных категорий граждан. В незащищенной категории граждан, пенсионеры, инвалиды и так далее, то в этой ситуации прокурор имеет право обратиться на стороне такого гражданина незащищенного и, соответственно, обратиться с иском к комитету по дорожному хозяйству, благоустройству транспорта и связи с возложением обязанности привести состояние дорожного полотна до нормативного и организовать его дальнейшее обслуживание. Но пока решается вопрос с ремонтом, жители нескольких многоэтажек вынуждены ежедневно испытывать судьбу, выходя из своих квартир. Сантиметров 6-7, то минимум, а то и до 10 есть. Ямы очень глубокие и ямы очень большие. Микрорайон «Дорожник» – символичное название. Этому частному сектору Новоалтайска не один десяток лет. А дорог здесь не видели даже старожилы. Вместо ровного асфальта выбоины до колдобины. Не проехать. Машины постоянно едут еле-еле. Если одна объезжает, вторая, как говорится, напрямик. И вот боишься, у меня у самой машина есть, боишься, что как бы не столкнулись. Отсыпали. Я ничего не скажу. Вот прямо на въезде две ямы отсыпали. Дальше уже не пошли. Ямы очень страшные. Ночью вечером идешь с автобуса, светишь сугубо вот телефоном, фонариками, кто как. Потому что в ямы мы боимся сломать ноги уже. А это микрорайон «Дорожник». Ямы, лужи. Вечером с работы идти даже страшно. А это микрорайоны «Дорожник» и «Почтовый вечернее время». Ни дорог, ни освещения. Тысячи людей на ощупь пробираются к своим домам. Кстати, о дорожных ранах двух микрорайонов мы уже рассказывали весной этого года. Тогда власти жаловались на скудный бюджет города. Но, тем не менее, после нашего репортажа сроки ремонта сдвинулись. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» ремонт перенесли с 26 на 23 год. Раньше не получается. Якобы этот участок автомобильной дороги является внутриквартальным с малой интенсивностью движения. Помните финальный кадр из фильма «Сияние» замерзшего Джека Николсона? Этот образ уже давно стал мемом. А мемом рискуют стать и жители многострадального Демитов парка. Уже третью зиму подряд люди замерзают в своих квартирах. А вот минус два было. Я здесь замерзала. У нас вот здесь мокрота шла. Прям конденсат собирался, потому что здесь холодно. И там холодно. Жильцы Демитов парка свято чтут священное писание. Но, увы, согреться оно не помогает. Уже который год с наступлением первых холодов люди замерзают в своих квартирах. Если бы не обогреватели, температура не дотягивала бы и до плюс 15. Здесь вот тепло как бы в комнате. А вот в той комнате мы, где с мужем спим, вот здесь. Вот здесь, конечно, я ночью сплю, у меня мозг замерзает. А минус будет. Минус 40. Это же все промерзнет здесь. И стены промерзнут. Не дай бог перехватит вот это все отопление и где-то разорвет. Потому что не все этажи заселены еще. А дом вообще не прогрет. Отопления нет, а вот квитанции приходят. За тепло, которого нет, жильцов берут по 3000 рублей ежемесячно. Еще тысячу дополнительно забирают обогреватели. Вот. Он какое-то время поработает. Останавливается, догонит, какую надо температуру. Останавливается, потом опять. Ну, особо я вот, ну, перед сном вот я стараюсь включить. Или утром, рано. В подъезде дома на Прудской 40 куда теплее, чем в квартирах. И шильцы уже всерьез подумывают съехать со своих квартир и обосноваться на лестничных пролетах. К слову, проблема с теплом в Демидов парке началась в первую же зиму, в 2019 году. Тогда температура на первых этажах опускалась до плюс 5 градусов. Причина промерзания, говорит управляющая компания, ошибка застройщика. Неправильно сварены вот эти байпасы. И они все жмут на них, что их нужно переваривать. Что якобы здесь вот, вот этот байпас. Что якобы вот здесь вот где-то сварка там забила все. И тут маленькая щелочка такая, и она не продавливает. Есть ли проблема в этих байпасах? Вы организуйте, пожалуйста, вот эту вот переварку всю. Управляющая компания людям предлагает установить еще один теплообменник. Люди даже на него скинулись, но ВОЗ и ныне там. Юристы советуют обращаться к жильцам вышестоящей инстанции. Жителям можно обратиться в органы Роспотребнадзора с жалобой на отклонение температуры от нормативной. Специалисты Роспотребнадзора с выездом на место могут зафиксировать такие отклонения и повоздействовать на управляющую организацию, которая эксплуатирует данный многоквартирный дом. Возможно, управляющая компания после обращения жильцов предпримет все необходимые меры. В случае же бездействия специалисты советуют идти в прокуратуру и суд. Ведь мало того, что дольщики не один год добивались ключей от своих квартир, так вынуждены еще и просить тепла. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok